Привет всем, с вами Нурот, и мы начнем прохождение игры под названием Jack Move. Jack движение, либо действие, либо что-то такое. Либо шаг. Новая игра. Брайтаун, деловой район. Ноа, еще один день, еще одна кража данных, и это все, где ты вообще берешь эти задания? Райдер, слишком гламурно на твой вкус. Ага, очень смешно. Это не ты роешься в серверах корпоратов, чтобы отыскать какую-то тупую информацию для тупого шантажа. Нам нужно как-то оплачивать счета, партнер. Погоди, это головорез Моноразума. Серьезно, райдер? Неудивительно, что хорошо платит это же крысиное гнездо корпоратов. Я этого не знал. Убирайся оттуда, живо. Пора сворачиваться. Чего? Да ни за что. Ты сам сказал, нам нужно оплачивать счета. А ты сказала, что это гребанное крысиное гнездо. Не выделывайся. Но мы не можем позволить себе связываться с корпоратами. Помнишь, что случилось в прошлый раз? Да, это было, фиг пойми, сколько месяцев назад. Мы абсолютно точно прокачались с тех времен. Это было на прошлой неделе. Эй, ты что тут делаешь? Охранник Моноразума. Ну, надеюсь, что так оно и есть. Потому что пути назад уже нет. Новые приемы от дяди Гвина. Помнишь? Тренировалась всю неделю. Тогда готовься. Время блистать. Сайбер Клэш. Отличное начало, но я еще даже не закончил настройку твоей новой деки. Так, что у нас есть подсистемы? 187 хп, 54 маны, я так понимаю, какой-то джек-мув. Видимо, какая-то энергия для вот этого действия. Так, сверху. Сверху порядок ходов, я так понимаю. Обучение. Хорошо. Она немного отличается от той, к которой ты привыкла. Так что давай устроим небольшую презентацию. Сверху у нас порядок хода. Он динамически предсказывает, кто будет атаковать следующим. И отлично подходит для стратегического планирования предстоящих ходов. Жизненные показатели здоровья, оно не должно опускаться до нуля. Данные расходуются при выполнении программных способностей. Ну, грубо говоря, данные от кахмана. А тут индикатор статуса. Благодаря ему ты сможешь узнать, что и с кем творится на поле боя. Так, где-то наверху. Давай откалибруем эту малышку. Почему бы тебе не выбрать взломать через меню и не надавать этому болвану? Без проблем, партнер. Так, если что, мы сейчас играем в каком-то киберпространстве. То есть это не совсем мир. Так, взломать. Нанести противник физический урон. Выбрать охранник моноразума. Выполняется взлом. А ты действительно тренировалась. Дальше сама. Еще одного удара должно хватить. Где его хп? У него хп-то не написано. Ну, допустим. Отличная работа, но задала ты им жару. Ему. Так, опыт мы получаем. Уровень пятый. F-269. Не знаю, это может какие-то деньги, финансы. Так, хорошо. Характеристики жесткость 16. Выдержка 10. Проницательность 17. Дерзость 10. Синапс 12. Удача 12. Продолжаем. По правде говоря, это было неплохо. Спасибо, спасибо. Я же говорила, что тренировалась. Молодец. Так, пора найти и тот сервер. Он должен быть в одном из кабинетов на верхнем этаже. Выщите офис на предмет компромата. Так, нам передали управление. Мышка у нас здесь не работает. VSD. Ходьба. Пробила ничего. Ctrl-Shift. Ничего. Enter. Enter, наверное, будет это применить. Подобрать у нее ничего нельзя. C. Inventary. Можем перейти в Inventary. Это что-то типа Final Fantasy получается. Ну, примерно. Конечно же нет. Ну, все же так. Сохранить. Настройки. Задания. Solaris 121190. Посмотреть задание. Выйти из меню. Допустим. Посмотреть. Основные обащите офис на предмет компромата. Побочных пока нет. Время 4 минуты 35. Местоположение Bright Town. Деловой район. Так, сохранить. Имеется у нас автосохранение. Это хорошо. Так, сохраняем на первый слот. Сохранить, в принципе, можно в любом месте. Это хорошо. Здесь не знаю, есть ли смысл так бегать, все разнюхивать. Может, что-то где-то и можно будет поднять. Либо просто бежать. По основным целям. Ну, и на потом понадобится. Грабл. Басок. Может, потом понадобится побочные выполнить. А, и осок. Грабл и осок. Вы входите в зону столкновений. Тревога. Сверху какой-то уровень. А, вот опасность в области. Если вы видите индикатор уровня угрозы в правом верхнем углу экрана, значит рядом опасность. Шкала будет заполняться по мере увеличения опасности. Когда она заполнится, опасность может ударить в любой момент. Ну, так получается, да, как в Final Fantasy. Сейчас ударится. Давай, бей. Нет, не так это работает. А, вот все-таки напали, да. Хорошо. Нападает просто то, что мы бегаем. Райтер. Ладненько, я настроил твою систему выполнения ПО. Программное обеспечение позволяет выполнить более мощные атаки и способности. Выполнение ПО расходует данные. Ты можешь посмотреть, сколько данных у тебя осталось вон там, помнишь? Киберпрограммы, электропрограммы и биопрограммы. Три типа ПО, наносящего урон. Разные враги слабы или сильны против разных типов. Эти сосунки слабы против всех. Еще есть куча утилит, которые могут подлечить тебя. Повысить защиту, ослабить наносимый врагами урон или помочь узнать больше о противнике. И это только начало. Попробую выбрать, выполнить и кинуть глич на одного из охранников. Так, здесь мы ничего выбирать не можем. Все, все по обучению. Выполнить. Глич 6 стоит. Атакует противника киберпрограммы. Эффективно против врагов электропрограммного типа. Так, мы по первому бьем. Грит 195. Вал, афлопсительно. Именно. Ладно, прикончу этого придурка как душе угодно. Так, а хп у нас не останавливается. Как тогда нам снесли 25, так и сейчас. Так, ладно, тоже гличем. Ну и получается не крит, ничего, просто такой стандартный урон. Хорошо. Так, информация о шик. Вы получили мини-фильтр-чип. Установите его через меню аппаратное обеспечение в инвентаре C. Новый аппаратный модуль. Мини-фильтр-чип. Немного увеличивает программную защиту. Блоки АЗУ. Ноль. Подсистема. Урон. Праг. Программный урон. Видимо программный, да. Программный урон обычный. Ничего не написано. Урон в процентах. Программная защита плюс 4. Защита программной защиты в процентах ничего. И защита в процентах тоже ничего. А, здесь получается 7. Я думаю, это как бы слева направо. А это получается 4 разных. То есть у нас нигде ничего, кроме программной защиты. Все понятно. Слева у нас физически, справа программный. Ну, типа как магический. Аппаратное обеспечение руководства. Модули аппаратного обеспечения позволяют дополнить вашу киберпространственную деку различными эффектами. Такими как дополнительная оперативная память или повышенная точность атаки. Вы можете найти всевозможные модули в специализированных магазинах электроники или даже в куче мусора. Если будете искать внимательно. Слоты расширения. В начале игры вам предоставляется один слот расширения аппаратного обеспечения. Вы можете улучшить свою киберпространственную деку и увеличить количество слотов в магазинах электроники. Так, хорошо. Минифильтр. Установите модуль, выбрав слот расширения. И нажмите Enter. После чего вам откроется список доступных модулей. Эффекты модулей аппаратного обеспечения. Если выбрать слот расширения или доступный модуль, вы сможете увидеть все его эффекты на правой панели, включая увеличение, уменьшение характеристик и любые подсистемы. Так, слоты расширения один из трех. Два отключена. Выбираем. То есть плюс четыре. Так, а здесь уже не пишется. Здесь просто, ну как бы справа пишется, что будет четырнадцать. Но именно плюс четыре нету. Описание немного увеличивает программную защиту. Так, ну хорошо. Показать руководство Escape. Редактировать слот аппаратного обеспечения. Так, назад. Сохранить. Gribble Eco. Вестибюль. Так, ну больше ничего не видно. Сначала надо узнать, к чему еще можно подходить. А, сейчас нападут опять. Вон, бегаем. Так, куда-то наверх. То есть так, в принципе, никого нет, но на нас будет нападать просто в разных местах. Так, а маны не восстанавливаются. Сейчас нас научная новичица. Ой, Нора. Ну, а выглядишь потрепана. Но не беспокойся. Мы это за наносекунду исправим. Одна из крутых особенностей твоей новой деки – система виртуальной памяти. Она позволяет использовать ход, чтобы заменить программное обеспечение во время боя. Так как установка ПО занимает ход, эта затея может быть немного рискованной, особенно если способность нужна сразу же. И тут на помощь приходит кэширование. Оно позволяет отложить этот ход до следующего раза и запускает защитную подсистему на время ожидания. Давай посмотрим, как это все работает. Выбери «Кэшировать через меню действий». Так, кэшировать, защититься и отложить ход до следующего раза. Ну, по хронологии мы никуда не переносимся. Но потом должна ходить два раза, правильно? Смотри-ка, теперь защита числится в списке запущенных подсистем. Так, подсистема я вижу защиту. То есть, он наносят в два раза меньше урона. Отлично, мы впитали немного уменьшего урона, и теперь мы можем спокойно установить и выполнить наше лечебное ПО. Да, теперь мы ходим два раза подряд. Выбери «Установить через меню действий» и давай смотреть, как это работает. Установить или заменить ПО. Блоки оперативной памяти. Для установки программного обеспечения требуются блоки оперативной памяти. Количество оперативной памяти ограничено, так что вам часто придется решать, каким программным обеспечением вы хотите пользоваться в конкретный момент. Вы можете увеличить количество доступной оперативной памяти в магазине электроники. Так, хорошо. Блоки оперативной памяти. Для установки программного обеспечения выберите блок и нажмите «Интер», чтобы увидеть список доступных ПО. Метод данных слева показывает, сколько блоков оперативной памяти занимает предмет, какой это тип программного обеспечения и какое количество данных расходуется при его использовании. Попробуйте сами. Попробуйте установить ПО «Интровен». «Интровен». Для него как раз есть один доступный блок оперативной памяти. Нажмите «Бэкспейс» после установки программного обеспечения и сохраните изменения. Так, здесь у нас глич. Блоки ОЗУ-2 не занимает. Так, у нас пока доступно только 3. Так, а там у нас что получается? Пятый. А, у нас пятый блок подписан, девятый подписан, тринадцатый и так далее. Чтобы нам самим не читать. Так, атакует противника киберпрограммы эффективно против врагов электропрограммного типа. Так, а справа у нас доступный ПО. Блоки ОЗУ. Так, короткое замыкание мы, соответственно, сделать не сможем. Течку памяти мы не сможем. Сможем только «Интровен». Так, хорошо, берем его. Так, почитаем, что это такое. Короткое замыкание. Два блока ОЗУ. Расход данных 6. Здесь 4. Уровень 1. Электропрограммы. Атакует противника искрой электропрограммы эффективно против врагов биопрограммного типа. Но они, скорее всего, будут просто такими розовым подсвечиваться. Так, здесь биопрограмма атакует противника каплей биопрограммы эффективно против врагов киберпрограммного типа. Так, хорошо, а это немного лечит цель. Регенеративная. Блоки ОЗУ 1 и уровень 1. Хорошо, ладно. Сохранить изменения и перейти к ходу. Погодите, сохранить. Теперь, когда у нас установлен «Интровен», мы можем выполнить его и подлатать тебя. Так, а ход у нас забрали, да? Ход у нас забрали. Так, 4. Немного лечит цель. Но охранников нельзя выбрать. О, 140. Ничего себе, немного. Душирование также может быть отличным стратегическим инструментом, если предстоящая атака противника обещает быть особенно мощным. Крутяк, дашь мне теперь разобраться с этими монолузерами? Разумеется, детка, покажи. Так, хорошо. Если мы сейчас ударим, они опять нам нанесут 50 урона. Делаем. А пропатчет ли такое? Использовать предметы из инвентаря? У нас ничего нет. Выполнить установленное ПО. Взломать, нести противника физический урон. Так, хорошо. Кэшировать. Робы. Так, она у нас все равно. 17, 13, 30. Так, теперь мы можем два раза ударить. В принципе, было бы то же самое. Также бы нам 50, ну если 25, то к 1. Пока данные тратим. Не знаю, когда мы их восстановим. Вряд ли только с уровнем. Отличный пакет данных. Использую его, чтобы восстановить шкалу данных через меню патчей. Сколько там восстанавливает он? Патчи. Выполнить. А можно как бы полечиться прямо отсюда. Хорошо, но это слишком, слишком сильно нас лечит. Пока что. Так, программное обеспечение. Понятно. Так, а мы можем убрать это? А мы можем заменить на что-то другое. У нас атакует противника киберпрограммой. А, глич. А нет, все правильно. Вот здесь еще два других. А, и он качается именно когда мы его используем. У нас вот у него есть свой опыт. До 440 можно прокачать он. Он повысит уровень и, соответственно, будет больше урона наносить. Ну и расход данных, наверное, больше будет. Но потом, я так понимаю, надо будет все качать против всех трех типов. Но пока нам это не светит, оставим глич. Пускай качается, раз нам его дали изначально, значит его и надо. Качать в начале. Так, аппаратное обеспечение. А, понятно. Так, нет, не все. Я еще не все. Так, патчи. Вспомогательные патчи, ключевые предметы. Пакет данных, две штуки. Устанавливает 300 очков действия. Очков данных. Можно использовать вне боя. Да, галочка стоит. Хорошо. Пакет здоровья. Устанавливает 300 очков здоровья. Так, ну 300 очков данных это слишком много. Пока мы ничего не будем использовать. Так, к компьютеру, наверное, нет смысла подходить. Как они часто нападают. Ну, какая-то новенькая. Почему-то они первые ходят. Я не знаю, что это за новенькая, не дадим ей походить. Сильная женщина. Сильная женщина. Просто сильная женщина. ХП непонятно сколько у них. Это плохо. Потому что по этим надо два раза атаковать вот так вот. Либо один раз гличом. Пока бьем гличом. Опыт все равно идет. Хорошо. Значит, нельзя долго задержаться на одном месте. Эскейп не работает. А у нас все через это, понятно, через C. Эскейп. Эскейп не работает вообще. Так, это мы забираем. Круто, пакет здоровья. Использую его, чтобы восстановить шкалу здоровья через меню патчей. Хорошо, а у нас пока здоровье еще есть, да? 57. Маловато на самом деле. Очень маловато. Так, мы выполним интровен. Даже зайти не дали. Так, еще кто-то новенький. Мы хотя бы первые ходим. Так, дворняга. Я не знаю, кто круче, кто не круче. Мы, наверное, это сейчас узнаем. Сделаем кэширование. Кто сильнее бьет, узнаем. Выполняется разрез шпилькой. Не посмотрел, сколько урона нанесли. Как этот, 17 нанес. Вой. А, этот усиляет того. Как хорошо, тот того усилил, мы того снесли. Смотри, твоя шкала D данных заполнилась. А, это этот, джек мув. Это означает, что ты можешь использовать свою супер особую способность джек мув. Да, здесь мув получается немножко другое. То есть, не шаг означает, а именно какое-то такое действие. То есть, на русский сленг, так скажем. Ну, или их сленг такой. Тебе нужно будет ввести особую последовательность клавиш. И чем больше клавиш ты нажмешь вовремя, тем больше урона нанесешь. Веди идеальную последовательность для максимального разрушения. Здорово, дай попробовать. Так, джек мув. Выполнить разрушительный джек мув. Киллер ват. Вызывает бурю электропрограммного урона. Эффективно против врагов биопрограммного типа. А, то есть, бьет по всем. Хорошо, какие кнопки нажимать? Заранее бы сказали. Надеюсь, ВИАСД. Адмус. Ну, ладно, это удобно. Там будет вниз, справа вверх. Ну, нормально, такой урон. Это было потрясающе. Я будто бы на самом деле была внутри своей деки. Типа одним целым с киберпространством. Ага, эти способности суперкрутые. Думаю, я рассказал тебе все самое основное о твоей деки и киберпространственных боях. Есть еще несколько доступных опций, но о них ты потом узнаешь сама. Удачи. Так, хорошо, теперь еще киллер ватт тоже качается. А где он есть вообще у нас? Есть у нас где-то теперь. Он должен быть в программном обеспечении. Нет, здесь нету. А, вот же к мову. Киллер ватт вызывает бурю. Так, ну, в принципе, да, все то же самое. Также имеет опыт метаданные. Хорошо. Заменить. Оно, видимо, потом просто будет разное, и можно будет выбирать разные. Где-то, наверное, какой-то максимальный хилл или что-то типа того. Такс, информация, которую мы ищем, должна быть в том терминале. Так, а там что закрыто? Если мы просто не будем двигаться, у нас будет этот уменьшаться уровень. Не будет. Окей, я в аккаунте цели. Отлично. Забираешь тут, что нам нужно, и сваливай оттуда. Придержи троянов. Я в процессе. Ничего, ничего, погоди. Да, он отправлял кучу изображений на этот аккаунт. Ты супер, но... Гадость. Кто занимается таким? Это вообще законно? Что там? Хочу посмотреть. Конечно, хочешь, псих. Хорошо, это все доказательства, что нам нужны. Клево, считай, счет за электричество в следующем месяце уже оплачен. Что дальше? Возвращается тем же путем, что пришла сюда. Нет, похоже, охрана там сейчас в состоянии повышенной готовности. Через чурок повышенной. Но, берегись. Так, ну это у нас в любом случае... Бой. Неизбежный. Так, маны у нас совсем нет. Нужно попробовать их просто побить. Так, кэшировать. В общем, сильная женщина, походу, не такая уж сильная. Убьет она, по-моему, слабее. 5-5. Хорошо. Так, теперь можем два раза ударить. Ну, его с двух ударов мы убиваем. 82. То есть, примерно у него где-то 150 хп. Так, она уносит меньше урона, чем он. Ну, если без блока, без всего. По ней даже нужно два удара. Хорошо. В принципе, они идентичны, но она слабее. Пути сильные. Ух, это было близко. Выслаю тебе другой маршрут. Пройди вперед и поднимись вверх по лестнице. Вверх по лестнице. Доверься мне. Бегите. Так, что-то можно купить. Информация БИП. Здоровье и данные восстановлены. А, вот так вот. Они будут всегда восстановиться. Хорошо. Это хорошее место для сохранения. Так, мне интересно посмотреть. Конечно же, ничего тут нету. Сейчас я запомню, что все эти тупиковые углы, они действительно тупиковые. Так, 2-1. Ускорить я уже смотрел. В настройках там нет такого, чтобы ускорить как-то бой. Можно вообще сделать быстрый бой. То есть, как-то одну кнопку нажать, и все, автоматически закончится. Я решил этого не делать. А, мы же все восстановили. Можем спокойно всех сносить. Кстати, уже бьет посильнее. Либо это только по ней. Это хорошее место для раскачки. Так, все, здесь ничего нету. Мы можем, в принципе, постоянно здесь восстанавливаться. Потом бегать. На нас нападают. Мы быстренько всех магией, ну, этими данными, программными обеспечениями, убираем. Так, этот усилил ее. Попробуем ее снести и посмотреть, как он бьет сам по себе. Это у нас некий такой баффер. А, мы опять ходим. Ну, сделаем кэширование. Посмотрим. Мощный он нет. Так, три раза по пять. То есть, в принципе, так бы он снес примерно тридцатку. Хорошо. 140, ну, где-то меньше 140 хп. Так, ладно, я думаю, нет смысла здесь прокачиваться, потому что это все равно обучение. Более-мое, долг здесь тогда, на долг зависим. Просто бежим. Куда-нибудь. Скорее всего, на крышу, а там, наверное, какой-то самолет будет. Парабланк какой-нибудь. Что-нибудь будет. Джек Мофф нет. Слишком жирно на них. Если будет четверо-пятеро, тогда можно. Скоро глич получит уровень. Так, в принципе, видно вещь, которую можно забирать. День-день. Пакет здоровья. Использую его, чтобы остановить шкалу здоровья через меню патчей. Сколько у нас здоровья? Так, пока еще много. Надеюсь, что-то виднеется. Спрятано. Так, двое. Так, ну это так-то добьем. Надо как-то обычный урон повысить, чтобы на удар можно было взламывать их. Так, уровень нас дал глич. А, и мы взяли шестой уровень. Хорошо. Сейчас, наверное, можно будет повысить какие-то характеристики. Шикарно, пакет здоровья. Использую его, чтобы восстановить шкалу здоровья через меню патчей. Я надеюсь, у меня их потом не заберут, потому что я их коплю. Мы сейчас миссию закончим. У нас все отберут. Это будет печально. Так, а мы, получается, подняли уровень, но ничего прокачать не можем. Так, как-то печальненько. Так, урон 18%, 101, 12, 3, защита процент. Программный урон 18, программная защита 11. Вот у нас было 10 плюс 4. Теперь у нас 11 плюс 4, 15. То есть все равно какие-то характеристики, они сами поднялись. Сейчас я посмотрю, может быть, в этом было? То есть вот здесь у нас жестокость. Может быть, там, когда мы получили уровень, все это было показано? Да, получается, когда мы подняли уровень, у нас вот эта жестокость, выдержка, все поднялось. Жестокость и выдержка поднялись на 2, проницательность на 1 поднялась. Это, я так понимаю, количество данных. У нас было 54, теперь стало 61. То есть, то есть, то есть на 7. Так, дерзость. Это защита, я так понимаю, от программного обеспечения. То есть программная защита. Синапс, это, я так понимаю, кто первый будет ходить. То есть, голову больше, тот первый ходит. Ну и удача, это, скорее всего, крит. Так, ладно. Пока движемся дальше. Так, вертолетная площадка. Вот типа. Твою микросхему. У нас проблемы. Райдер, я в ловушке. Есть план по вытаскиванию меня из задницы? Минутку, подруга. Не уверен, что у меня есть эта минутка. Так, трое и какой-то крутой. Так, кто это такой? А можно же будет отменить потом? Громила охраны моноразума. О, у него даже в хронологии показано, что он этот. Типа, король какой-то. Ладно, мы шибаним его Джек Муву. Чумбейниц. Точно помрет. Нет. Громила охраны моноразума выполняет буйная ярость. Так, мы тогда это переждем, наверное. Кэширование. Так, мы потом два раза ходим. Ладно, кэшировать, наверное. Я не знаю, насколько он меня сейчас несет. Но, скорее всего, он вообще меня сейчас убьет. Но нет. 40 хп отнял. Так, хорошо, мы два раза ходим, делаем глич. Второй раз... А, второй раз кэшировать уже нельзя. Ну, еще один глич. О, так ты слабенький. А, мы можем еще уворачиваться. Может, на это влияет удача? Может быть. Сколько у тебя хп? Так, мы потом будем три раз ходить. А, нет, куда-то туда дальше. То есть три раз подряд пока еще не было такого. Ну, ладно, это не было сложно, но опыта дали много. Так, вот у нас получается жестокость. Это у нас физический урон, то есть повышенный до 20. Выдержка. Это у нас получается в этот программный урон поднялся. Проницательность была 61, а уже 13 добавили. А, ну, сразу на 2. По идее, 14 должны были добавить. Добавили 13. По 6,5 за 1. Так, дерзость плюс 1. Синапс плюс 2. Удача плюс 1. Хорошо. Киллер ват прокачали. А глич, кстати, не заметил. Вообще, да, наверное, больше урона наносить стал. Ладно. Райдер, чувак, есть новости по этому плану? Ну, а ты мне доверяешь? Ненавижу, когда ты меня об этом спрашиваешь. Так, ну, короче, надо будет прыгнуть вправо. Следующая часть ты воз... Следующую часть ты возненавидишь еще больше. Я хочу, чтобы ты спрыгнула с крыши. Что? Через 3, 2, 1. Значит, доверяете. Следующий кадр, она просто по асфальту размазанная. Нет. Jack move.